Мы уже в аэропорту. К нам еще час, мы очень рано приехали. Вообще, нам очень повезло. У нас было такси с автокреслом, которое нам подходило по возрасту и Эви всю дорогу проспала. И вообще, Ира просто... Ну, так случалось, что Ира позвонила по первому из такси и мужчина спросил, у вас ребенок, у меня есть автокресло. В общем, очень классно получилось. А Ира пошла в туалет и только что ко мне подошел парень, очень стремный парень, и говорит, а вы не в Египет летите? Я говорю, да. Он говорит, а вы можете мне помочь? Я говорю, а что вы хотите? В общем, я так грубо очень ему отвечала, потому что я понимала уже, что что-то опасное происходит. А он сумку еще какую-то держит и держится за ней. И, короче, говорит, а у меня сестра живет в Египте. И все, я на этом его разговор прекратила и начала, и грубо говоря, уходите типа от нас, что ничем я тебе не помогу, короче. Уходи, все, проваливай. Вот так я его послала, потому что видишь, ко мне только что предлагали перевезти наркотики в Египет. Что делать? Наркотики в Египет. Носитесь. Ну, не прям им текстом. Короче, чувак стрёмный. Может, я его увижу, тебе скажу. Подходит пацан такой с сумкой. Такой стрёмный на вид. Говорит, трется тут что-то. Я такая думаю, что с лоб получит. Говорю ему, типа, он говорит, а вы не в Египет летите? Я говорю, да. Он говорит, а можете мне помочь? Я думаю, а что он сразу не говорит? Говорю, да. А что вам помочь? Он говорит, у меня сестра живет в Египте. И все, на этом я его остановила. Говорю, уходите от нас. Поняла? Началось, сестра живет в Египте. Что-то. И он за сумку-то держится. Вон он, вон он идет. Смотри, белые кроссовки. Видишь, с сумкой. Здрасте. Из коляски власти. Нам еще два часа ждать наш самолет. А у меня есть шапка под ее штаны. Шапочка. Мамы под штаны. Эвички, да. Еще два часа ждать самолетик. Здрасте. Ой, ой, Соса уже валяется на полу, Сонечка. А смотри, какие подходят на шапочку. Эви, Эви. А я не вижу. Малыша. Я чуть-чуть растянула. У нее другое настроение. Не хочет она шапочку. Детский уголок, который для детей предназначен. Он был сильно заполнен. Поэтому маэвички нашли свой уголок. Не приятая? Нормальная голова. Приедем, по-моему. Вот, да, да, радуется доча. Все, мы уже прошли контроль. Очень быстро все. Сейчас очередей нет, потому что все люди регистрироваются онлайн. И я пробовала зарегистрироваться. У меня не получалось. Что-то не находило на имени, по фамилии. Вот. А номера билета мне не было. И когда мы пришли, конечно, нам сказали, что хороших мест нет. Но как-то удалось что-то там сделать. Я не знаю. Пересадить кого-то, конечно. Ну, женщина выбирала пересаживать. Что-то таких несемейных, одиночек каких-то. Я не знаю. Но мы же с ребенком. Нам будет очень тяжело. Поэтому она... Нашей вины нет. Вот. Она как кого-то пересадила. И вот мы уже все прошли. Детское питание. Нас никто ничего не спросил. Ну, мы вообще все пронесли с собой. И вода у нас есть. И питание есть. То есть, а раньше... Вы что там? Какой-то бутылек там с какими-то лишними десятью миллилитрами. Все. Уже тебя не пропустят. Сейчас все намного проще. Вот Ира сидит. Хи-хи. Ой-ой-ой. Эй, вы. Вставай. Может, ее переобуть более легкую обувь? Босичком например? Нет. У меня есть кеды для нее. Ей неудобно в этих бочках. Да. Они неудобно в этих бочках. У меня есть кеды для зеленого. Я думаю, что здесь неудобно. Наверное, это очень-очень. И мне нужно делать что-очень. Я неудобно в этих бочках. Мне нужно было делать что-очень. Я неудобно в этих бочках. там есть лифт там есть лифт есть эскаватор но мы наверное ну или как-нибудь ли спустимся потому что у нас нет чемодана принципе мы в комнате матери ребенка здесь плита из раковина и теперь на ней столик вот а я думала что здесь еще есть унитаз вот так сама уже скоро будем садиться на самолет 1330 уже начнется посадка 1410 мы вылетаем или конечно хочет лазить она не наладилась а а а а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...